В конце прошлого года водитель пассажирского автобуса Венспилса стал двойным миллионером. Эти миллионы связаны не с деньгами, а с километрами. За 21 год работы Улдис Рейнольдс наездил за рулем автобуса 2 миллиона километров. Большую часть из них дал маршрут Венспилс-Рига-Венспилс. Но процентов 20 от общего числа – туристические поездки. Мы возили туристов от и до, из пункта А до пункта Б. Обычно маршруты длятся по 5, 6, 10 дней с посещением достопримечательностей. Представьте, сколько можно наездить за это время. Я объехал всю Европу, за исключением Португалии и Дании. Там не был. Благодаря своей работе Улдис познакомился с культурой и бытом других народов. Многое увидел. Был случай – жирафа кормил через водительское окно. Конечно, ездить по заграничным дорогам – работа ответственная, нелегкая. Но в туристические поездки чаще всего отправляются два водителя. Они дают друг другу возможность отдохнуть. В Европе почти везде хорошее качество дорог, автобанов и люди отзывчивые. Бывали ситуации, когда мы могли заблудиться в Австрии, Германии. Не знали, куда точно ехать, когда поворачивать. Местные жители старались помочь, подсказать, показать. А в больших городах водители же видят, что у нас чужие номера, значит иностранцы. И уступают дорогу. Понимают, что иностранцам по неизвестным улицам ехать тяжелее. Не было такого – ах, неправильно повернулся, платить сейчас же штраф. С годами незнакомые дороги становились уже знакомыми. Впрочем, каждый год что-то строится, меняется. Если поеду сейчас туда, где был пять лет назад, опять будет много нового. Свой первый миллион Улдис накопил за девять с половиной лет работы. Второй – за одиннадцать с половиной. В то время, когда он только начал работать водителем автобуса, ему приходилось отвечать и за поддержание машины в рабочем состоянии, и за ремонт. Улдис помнит те времена, когда перекрашивал автобус, чтобы он был похож на иностранный. Техника, конечно, изменилась. Сейчас каждый год покупаем новые автобусы. Удобные, качественные, хорошие. Что касается пассажиров, они разные. И были разными и остаются. Кто-то говорит – спасибо. А другие и залезают в автобусы, вылезают молча. Им надо было доехать до какого-то места. Доехали и все. Остальное значение не имеет. И если говорить об оборудовании, в девяносто девятом, двухтысячном годах у нас были большие такие кассовые аппараты. С годами они стали маленькими, портативными. Кроме того, имеются кассовые терминалы. Так что изменений много. Ощутимые изменения. В конце каждого года предприятие «Вэнспилсрейс» традиционно чествует лучших водителей и награждает миллионеров. Но в прошедшем году из-за пандемии церемонию отменили. Водители миллионеров на предприятии стали особо отмечать с 2012 года, когда несколько водителей автобусов проехали по миллиону километров. Со временем количество миллионеров выросло до двух десятков. Однако Улдис – первый сотрудник компании, ставший двойным миллионером.